Саша Черный, армейский спотыкач, читает Павел Беседин. Осмотрели солдатика одного в комиссии, дали ему два месяца для легкой поправки. Лети, сокол, в свое село. Бедро ему после ранения как следует залатали, однако ж настоящего ходу он не достиг. Все на правую ногу, это, как сказать, припадал, а вось деревенский ветер окончательную разминку крови даст. Попал он с лазаретной койки, можно сказать, как куме за пазуху. На палочке ясеневой винтом кору снял, ходи себе, барином, да постукивай. Хошь, на заваленке сиди, табачок покуривай. Полковница вдовая на распределительном пункте, два картуза махорки ему пожертвовала. Хошь, в конопляннике на рогожи валяйся, легкие тучки считай, да слушай там, как кудрявый лист шипит. Окопы словно в темном сне снились. Русский воздух, бодья у колодца звенит, ручей за плетнем воркочит, петух домашний штаны клювом долбит. Тоже дурак, нашел себе власть. Семейство у солдата было ничего, зажиточное. Картофельными лепешками его облажали, молоко свое немереное. В праздник у боя на каждый день чаек, известно воин. Он там за их вахлаков в глине сидючи, что ни день со смертью в дурачки играл. Как такого не обложить-то? Работы, почитай, никакой. Нога ему не дозволяла за настоящее приниматься. То ребятам на забаву сестру милосердия из редьки выкроет, то георгиевский крест на табакерке вырежет одно удовольствие. А вокруг села, братцы мои, леса стеной стояли, Дубы крижистые, лапы во все концы, глазом не окинешь. Понизу гущина, бересклет, да осинник, да лесная малина. Медведь заблудится и то. На селе светлый день, а в чащу нырнешь. Солнце кое-где золотым жуком на прелый лист прыснет, да изгинет. Будто зеленым пологом его затянуло. Одним словом, дубраво. Сидит так-то солдат под вечер на заваленке. Овцы служка через выгон серой волной к своим дворам катятся. Которая овца на солдатское голенище уставится. Которая ясеневую палочку понюхают. Забава. Подсела тут старушка, одна знакомая. Черный шлык, глазки шлицом, язык мыльцом, голова толкачом. Что ж, бабушка, говорит солдат. Внучки твои, малинки лесной, хочешь бы кузовок принесли. С молоком важная вещь. Уж я бы им пятак на косоплетки выложил. Да и грибов бы собрали. У вас тут этого земляного добра лопатой не оберешь. А я бы насушил. Да фельдфебелю нашему сдачи на фронт, вернувшись в президент, бы и поднес. Гриб очень солдатским сняткам соответствует. Пожевала старушка конец платка, головой покачала. Эй, сынок, сынок, ясная как арда. Стало быть, ты про беду нашу не слыхал? Какие тут грибы? Да малина, ежели и в лес, не то что дитя, и сам кузнец шагу теперь не ступит. Вот так, клюква. Медведи к вам, что ли, западного фронта по случаю отступления на постой перешли? Эх, сказал, на медведей-то бы мы всем селом облавой пошли. Нам же прибыль была бы. В аптеке, сказывают нынче, на медвежье сало по полтиннику за фунт дают. Какие там медведи, и свои лохматые, какие были, из лесу не весть куда ушли. Не то что человек, зверь лесной, и тот не выдержал. Что ж бабушка за вещь такая? Лешие у вас тут, что ли, расплодились? Да они же, милая, бессемейные, сам от себя не расплодишься. А ты говори, да оглядывайся. Да, дело-то к ночи идет. И впрямь, дружок, лешие. Да прежде того, с покон веку, мы спокойно жили. В лесу хочешь люлику поставь, дятел на сучок сядет, чупь на бок, да и прочь отлетит. Только и всего. Да видишь ты, ненароком правду сказал. Не иначе, как с прифронтовой полосы на нас накатило. Волосной писарь сказывал, будто германы, газ такой, в самоварах их них кипятять. Покойников и неотпетых вываривают. На нашу сторону дух по ветру пущают. Рыба в реках пухнет, лист вянет, людей берестой сводит. Лошади ли, медведи ли, вся тварь живая, да подземного, скажем, жука, вся, как есть, мрет. Стало быть, и нежить лесная тоже, и ей дышать надо. Смраду этого не стерпела, вся начисто к нам и подалась. Вот и поди в лес теперь, помалинку-то. Да. Видал ли их? Кто, бабушка? Может, попричилась кому? С полугару, с пьяну? На сапог сам себе наступил, через портки перескочил, дай ходу. Обиделась баба, локтем пыль взбила. Натурально старому человеку хрена в квас не клади. Воевать ты, сынок, воевал, а ум-то свой в лазарете под подушкой забыл. Сорокая, что ли, чтоб зря цокать, люди видали. Псаломщик, человек нечистий, неприкосновенный, при церкви, на должностях состоит. В лес по весне сунулся хворостину собрать. И того захороводили, средь бела дня лешие с ним, в кошки мышки играть затеяли. Он под куст, а лесовик его за штанинцы. Он под другой, а там его невесть, кто ореховым прудом по сахарнице. Гоняли, гоняли, как крысу по вину. А чумел он совсем, голос лишился свой. Только на колокольный звон к вечеру на карачках-то и продрался. А он бы чего-нибудь на глаз шестой спел, они бы отстали. Тебя они спросили, какие там глазы, когда его в цыганский пот ударило, как шкалик называется, только на третий день вспомнил. Контузия, бабушка, по-военному это будет. Что пузо, что брюхо, мясо-то одно, а кузнеца, свет мой, прикрутили к сосне, стали его на медные шипы подковыривать. Да спасибо догадался, через левое плечо себя обсвистал, да черным словом три раза на выворот выругался, только тем и отшиб, с неделю опосля, только на пятку ступать смог. Передвинул солдат фуражку козырьком к стенке, призадумался. Что же это у вас меры какие-то принимали? Кто? Заахала тут старушка, раскудахталась. Принимали. Знахарь наш, Ерофеевич, один глаз кривой, другой косой. Чай, сам его знаешь, уж чего не делал. Первоначально тридцать три вороны поймал, черным воском им задки запечатал, да на опушке в полнолуние и вытряс. Крику-то, что было? А после семи живым зайцам на хвост пожабьей косточки специально провязал. Да от семи осин, что на лысой поляне растут в разные стороны, с наговором и спустил. Средствие верное. Собрали мы ему на венцо, на певцо, а он к лесному озеру, бесстрашный пес, пошел раков на закуску ловить. Теперь, говорит, дело крепко, накрепко, припаяно. Не на пол шиша они мне беды не сделают. Из дыма, видишь, веревку свил. Лесовики пришли, военный крючок им не по мерке пришелся. Только это Ерофеич на бережку под Ивой переобуться стал. Глядь сбоку самые матерые лишаки. Друг у дружки в шубе лесных клопов ищут. Икнул он тут с перепугу, а леши к нему. Да за жабры, а-а-а, сват, сто шипов тебе взад, тебя-то нам и не хватало. Сунули его головой в дупло, да как в два пальца засвистять. Так раки к ним со всего озера и выползли. Эва накричат вам на закуска. Вот он, знахарь, вороний скоропечатник, ножницы раскорячив, из дупла торчит. Дня на три вам поди хватит. Так бы и источили. Однако и знахаря голой клещней за пуп не ухватишь. Вынул он из-под пазухи утоплого пьяницы мозоль. На всякий случай завсегда при себе носил. Добыл из сернячок, чиркнул мозоль, подпалил. Дупло пополам, будто бомба его разодрала. Самого себя, как свинью, опалил. Однако случай такой. На мягкой карете не выйдешь. Дополз домой, все село сбежалось. Но по всему телу у него синие бобы, будто ситник турецкий. Вот и сунься. Грибами теперь у нас. Хочешь сам, архиерей, прикати. Не полакомься. Все, все, все. Неладно, думает солдат, выходит. По городам, по этным дворам, по штабам, лазаретам. И слухом о таких делах не слыхать. Порядок твердый. Все как есть, одно к одному. Приспособлено. Будь ты хочешь. Распролеший, в казенное место сунься. Швабра тебя дневальный. Выметет и не хрюкнешь. А тут коренное русское село в тихую глухомань этакое непотребство вонзилось. Ну, а к батюшке, бабушке обращались? Обращались? Розан мой, обращались. Насчет лесной погони. Говорит, это дело не мое. Один свой вер ветку нагнул, другого по ушам хлестнуло. Третий караул кричит, серая брехня. Да и как вы к Керафеичу обращались? Пущай вас тот лекарь и лечит, который пластырь варит. Обиделся, значит. Да вишь, брехня брехней. Однако, ни попадья, ни ейные дети тоже в лес и носу не кажут. А небось, в былые времена одной лесной малины в лето скуль насушивали. Стало быть, третий свой верк, караул кричит, а четвертый под поповской периной дрожит. Видит солдат, что туго, завинчина, чей бы бычок не скакал, а у девки дитё. Посмотрел он, как за колодцем тонкая рябинка, мёртвым рукавом по тёмному небу машет, тихим голосом спрашивает. А здесь, в селе, не наблюдалось ли чего? Случаев каких-либо специальных? Наблюдалось. Ох, наблюдалось. Чаем в лесу оголтелым скучно, а зарует и здесь. То коноплю, кое-где серый дух, тьфу-тфу, узлом завяжет, то поросёночка над избой в трубу сунет, то калитку с погоста повивальной бабки на крыльцо приволокёт. А на медне у учительнейшей курица петухом запела, срам-то какой. Чай тоже и у учительнейшей амбитсия своя есть. В стародавние времена леший, кое-когда в лесу с девушки полоток стащит, а таких подлостей не производили. Видно, и лешие нынче, откуда их занесло, тоже осатанели. Чистые фулиганы, фулиганы. А вот ещё случай был. Да ну тебя, сынок, к Богу не путём спрашиваешь. Не ко времени отвечаю, проводи-ка ты меня до избы, а то барану у плетня увижу, не весь что померещится. А всё из-за вашей войны, будь она неладна. По небушку летают, солдатские газы пущают, вот и дождались. Достал солдат Божью, доставил солдат Божью старушку по принадлежности. К своему крыльцу зашкандыбал, палочкой гремит, старушкины слова так и этак переворачивают. Что ж, ежели в самом-то деле с прифронтовой полосы купоросным газом с волоту эту лесную нагнало, надо обратное средство найти. В пустую катку постучи, пустота и отзовётся. Анн, солдатская голова, не без начинки, братцы. На заре, чуть ободняла, прокрался он за дворками к бабке доказчице. Брякнула в оконце, высунула она своё печёное яблочко наружу, как мышь из-под лавки. Чего, друг, гремишь? Окном? Не обознался ли? Ничего у меня, старушки, про вас, солдат, не припасено. А ты, мать, поищи, найдётся, бочонок самогону, ведра в два у вас, выкати, за мной не пропадёт. Сполошилась она, пискариком затряслась, один глаз на церкву, другой вдоль улицы шарит. Да что ты, герой мой, окснись, какие у меня самогоны всякие, окромя толокна да квасу. Нет у меня и припасу, солдат нос свой в горстку зажал, ухмыляется. Ты это, бабка, не рассоливай, не урядник я, для обсчёта не для себя стараюсь. Разговор-то наш вчерашний помнишь? Альба сам пропаду, альба лес наш по всей этой самой форме очищу. Да ещё, поклядай, старая, сруб у тебя новый ставили, авось осталось. Зазуетилась старушка, видит, дело в сурьёз пошло. Мырнула в подполье, бочоночек-то выволокла, жилистая была, лохудра. Вдвинул солдат добро на тачку, сверху паклей да коноплёй для прикрытия забросал, попёр тачку поза плетнями. Аж колесо запищало час ранний, ни на кого не наскочишь. Правой ногой хромает, однако ж ему наплевать, суставы-то у него во как действовали. Докатил до опушки, одёжу с себя долой, сел под куст, в чём мать родила. Смазал себя по всем швам картофельным крахмалом, да в пакли и вывалился. Чисто как леший стал. Свой ротный командир не признает. Бороду себе из мха венчиком приспособил, личность пеплом затёр. Одним глаза солдатские, да и те зеленью отливают. Потому на голову за место фуражки цельный куст вереску дохлобучил. Вышиб он втулку, стал водку поядрённее заправлять. Махорки с полкартуза всыпал, да мухоморов намял, туда же и запихал, да перцу горсть, да волчьих ягод надавил для вкуса. Чистая мадера. Покатил он бочонок в чащу. Палочкой подпихивает, козлом подрыгивает, сам пьяную песню поёт. А кто там идёт, леший бородач, а что ей не везёт, чёртов спотыкач. Слышит по орешнику, будто ползучая плесень шелестить. С дуба на дуб невесть кто сигает, кудрявым дыбом отсвечивает. Докатил солдат выпивку свою до озера, остановился. Пот по морде ползёт, глаза заливает. А утереться-то нельзя, потому всё лесное обличие себя смажешь. Снял он со спины черпачок, что у самогонной старушки прихватил. Бочоночек на попа поставил. Застучал в донышко. На весь лес дробь прокатилась. С ветки на ветку, с ельника на межевельник подобралась мутная нежить. Животы в космах да в шишках. На хвостах репей, на голове шерсть колтуном, колецом в круг. Солдата сели языки под мышки, глаза лунными светильниками. Один из них по пузасте старший должно быть, потому у него светлая подкова на груди висела. Хвост свой понюхал, словно табачком затянулся и спрашивает. Ты, милочок, откуда вы прибыл-то для собственного ремонта западного фронта из Беловежской пущи? У вас здесь погуще. А в бочонке у тебя шо за узвар? Армейский спотыкач. Ковшик выпил? Дуешь вскачь. В Гродненской корчме подцепил, да сюда прикатил. Леший рот и расстегнул, а на животе у него глядь. Второй рот распахнулся, да оба враз и зачмокали. Ловко, думает солдат, энта у них приспособлена-то. А почему от тебя, спрашивает пузатый, пехотным солдатом пахнет? Лешие, конечно, не потеют. Солдатский-то букет ему в нос и бросился. Да, я по этапным дворам бродил, по ночам солдатские пятки брил. Вот, извините, и пропах. Да вы не скулите. Вона у пня дохлый крот. Вы ноздри-то натрите, а вось отшибет. Подобрались лешие поближе, а солдат втулку приоткрыл, нацедил пеннику с полщерпака, стоит, поплескивает. Так они кругом на хвостах и заелозили. Ну что ж, подноси, говорит старший. Чего дразнишь-то? А то мы тебя и в компанию эту свою не примем. Как гаркнет солдат, встать, становись в затылок, да чтоб по два раза не подходить, знаю я вас, сволочи одинаковых. Потянулись они ближе, как старушки кашки. Кто пасть подставляет, кто ухо, а кто и того похуже. Некогда солдату удивляться, знай льет, кому в рот, кому в живот, а бы вошло. И минуты не прошло, взошел им градус внутро. Забрало их, брат, саж, до кончика. Похатывать стали, да с перекатцем, да с подвизгом, будто кошка на шампале над костром надрывается. А потом играть стали, кто на бочке, брюхом навалившись, катается, кто старшего лешего по острым ушам, черпаком бьет, кто валежник морду сунувший, сам себе с корнем хвост вырывает, мухомор с махоркой, на фантазию братцы действуют. Назюзились окончательно. В кучку сбились друг с дружкой, как раки. Посцеплялись, шерсть-то у них дремучая, покорежилась раз, другой, и аминь, будто траву морскую черт бугром взбил, копыта об ее вытер, да и прочь ушел. Запалить их, что ли, думает солдат, спирт-то внутри, пакля наружу, здорово затрещит. Однако ж, не решился, ветер клочья огненные по всей добраве разнесет. Что от леса останется? Нашел он тут на бережку старый невод. Леших накрыл со всех концов, в узел собрал, поволок в озеро. Груз не тяжелый, потому в них лесных раскоряках видимость одна, а настоящего весу нет. А там, братцы, в конце озера подземный проток был, куда вода волчком, штопором так и вбравливалась все время. Подбавил он в невод камней для прочной загрузки, да всю артель веслом щербатым в самый водоворот этот испихнул. Так и захлюпала. Прощай, землячки, пиши с того света, почем там фунт цыганского мяса и земляки в то же время. Обмыл себя солдатик паклю, да крамольную слизь, морду папоротником вытер. Пошел одеваться, нога похрамывает, душа в присядку скачет, ловко концы-то сошлись, на войне раненого полуротного из боя вынесешь, Георгия дают. А тут за этакий мирный подвиг и пуговкой не разживешься, а ведь тоже риск, распознай, где лешие по косточкам бы раздергали, кишки по кустам, пальцы по вороньим гнездам. Добрел он до села, у колодца общественного стал, как загремит в звонкую бадью ясеневой палочкой. Сходись, старый да малой, сходись, Бог радость прислал, грибами, малиной теперь в лесу, хочешь, облопайся. Сбежался весь народ, кто с лепешкой, кто с ложкой, делали в самый обед было. Сгрудились вокруг, удивляются. Солдат трезвый, а слова пьяные. Однако, как он про свою победу одоления рассказал, так все и дрогнули. Солдат достоверный был, сроду он не брехал, ни такого покроя. Да как же ты их? Легкая твоя душа. Обошел-то, Ерофеич. На что мостак? И тот, как колючей проволоки, наглотавшись из леса задом, наперед еле вышел. Смеется солдат. Глаза, как у сытого кота, к ушам тянутся. Военный секрет, милая. Авось и в соседнем уезде пригодится. Тачку-то бабкину прихватите, когда из лесу вертаться будете. В ней главная суть. Тронулось, тут тронулось все население, беглым маршем в лес. И про обед забыли. Только портки да платки за бугром замелькали. Ребятки лукошки друг у друга рвут, через головы кувыркаются, в лес нырнули. Так эхо вокруг тонкими голосами и заплескалось. Сидит солдат на заваленке, прислушивается. И жгомон какой над дубами висит. Дорвались. Покосился он тут вбок. И Ерофеич по плетню к нему пробирается. Тяжко дышит, будто старшину в гору на закормках везет. Добрался до заваленки, сел мешком. Ласково эдак спрашивает. А у самого морда такая, словно жабой подавилась. Что же ты, служивый хлеб, у меня перебиваешь? Да я, папаша, не для... Ради хлеба, ради удовольствия хлеба у нас и своего хватит. Как же ты их, милый человек, общекрыжил? Умственности у тебя никакой нет? Правил ты настоящих не знаешь? Никаких нет. И никак нет. Умственности действительно за собой не замечал. Да как же ты, все-таки распорядился, спрашивает Ерофеич. А сам все ближе, ближе. Ушми шевелит. Вот-вот солдату в рот вскочит. Отчинно просто все. Я, папаша, без правил действовал. Только они на меня в лесу оравой наскочили. Кто такой, да откуда вы? Я к стволу стал, да так им бесстрашно и ляпнул. Села Кривцово, младший подмастерья знахаря Ерофеича. Перепужались они насмерть, имя-то твое услыхавшие. Да так припустят, поди верст на сорок теперь к западному фронту. Пятки траву чешут. Насупился Ерофеич. Глазом косым повел. Нож в сердце. Да. Ну, как знаешь. Не плюй, брат, в колодец. А вось он и не высох. На фронт ты вернешься. А может, я бы тебе слово какое наговорное против пули бы вражеской дал. Спасибо, папаша. Да мне оно ни к чему. Я там в окопах сидючи, как так приспособился, что германские пули голой рукой ловлю. Да им же обратно и посылаю. Видит знахарь, что солдат ложку свою крепко держит. А не могли бы ты, друг, беде моей пособить? Уж я отслужу. Будь покоен. Тело у меня после того случая все синим, синими бобами пошло. Средствия у тебя нет какого-нибудь? Отченно уж обидно. Поиграл солдат сапогом, плечом передернул. Средствия и без меня найдется. Слыхал я тут, что ты к солдатке одной, непутем сладкий старичок, подкатываешься. Так вот, как ейному мужу Бог приведет, невредимо с фронта воротиться. Отполосует он тебя, рябово кота, кнутом. Вот весь ты синий станешь. Да, в ровную, стало быть, краску войдешь. Вскочил Ерофеич, горькую слюнку проглотил. Аж портки у него затряслись. А солдату, что ж, чурбашку из-за пазухи вынул. Да и принялся из нее командира полка вырезать. Разве с таким-то солдатом можно уговориться? Никак нет. Продолжение следует...